добрый день сегодня у нас такой день пасмурный но мне кажется для работы отлично потому что мы вот проводили пару недель назад хакатон посвященный редким заболеваниям нам светило солнце в глаза в презентации было солнечно и хорошо но работа ведь работа тоже хоть и творческая мы стартуем буквально с вами через несколько минут я скажу что во первых да мы все с вами находимся на хакатоне теплицы социальных технологий который проводится при поддержке наших прекрасных партнеров это фонд генриха бёля гендерная программа и кризисный центр для женщин санкт-петербурга пожалуйста поприветствуйте их даже без них это было бы невозможно конечно вот это вот эта история спасибо вам большое что такое хакатон и теплицы но кроме того что я главный редактор агент социальной информации я также являюсь членом команды теплицы социальных технологий и это проект как вы знаете наверное который помогает осваивать некоммерческим организациям общественным инициативам айти технологии да и применять их эффективно в своей работе хакатоны это творческие мастерские которые мы проводим обычно по разным темам и в разных городах они проходят не только в москве вот ближайший хакатон у нас будет в самаре и будет посвящен различного рода городским проблемам но здесь вот течение двух дней мы с вами надеемся прийти к каким-то действительно уже технологическим прототипом или даже решением вот в той теме который посвящен именно этот хакатон а именно насилие в отношении женщин как он носили нет алексей сказал про наш хэштег мы будем рады если вы будете его использовать прежде чем рассказать как мы с вами будем работать в эти два дня конечно я хочу сказать несколько слов по почему мы обратились к этой теме вообще мы работаем с разные с разным направлениями с разными темами потому что конечно мы ориентируемся как раз на то чем занимаются некоммерческие организации общественные инициативы которые обращаются в теплицу для которых мы работаем и производим свои продукты информационные и вот эта тема к сожалению вот за все годы работы теплицы вот в таком объеме она впервые поднимается и это не потому что она менее актуальная а потому что она достаточно сложная вы знаете это как никто другой и к сожалению до сих пор эта тема она стигматизирована в общественном пространстве средствах массовой информации и об этом не просто говорить об этом сложно объяснять и наверное сегодня еще не раз будет здесь прозвучат слова и о существующих стереотипов и о сложившейся к сожалению не благоприятной практике взаимодействия например общественных институтов и государственных структур в этом отношении совершенно недавно на днях вышла статья прекрасная валерия панишкина она знаете такого журналиста который изначально в коммерсанте пишет сейчас вот в на разных порталах представлен на снобе в частности него как раз вышла статья посвященная домашнему насилию правда не вне не не шире явление и где он интересную вещь говорит он говорит вы знаете конечно да то что делает сегодня государстве как она пытается вмешиваться в эту проблему это очень такой жесткий и грубый путь потому что нету никакой общепринятой практики и социальных механизмов но даже если мы посмотрим на историю того как например могли защитить свои права женщины в советское время они не шли в органы государственной власти не шли в милицию они обращались например парком ну тогда были парком и да то есть некую общественную организацию общественную структуру есть фактически решение этой проблемы часто зависит именно от эффективных общественных институтов нет даже не 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 то что часто это не то слово в принципе может быть изначально так такой сутат так такая сложная проблематика не может решаться без существования тех общественных институтов он к сожалению конечно нельзя сказать что эта система достаточно развита то что мы сейчас Мы сейчас наблюдаем, даже по сравнению с ситуацией где-то 10 лет назад, потому что АСИ очень много пишет, если вы знаете, что это за ресурсы, агент социальной информации, мы много пишем про общественные организации, и я могу сказать, что лет 10 назад разного рода маленьких организаций, которые так или иначе работали с этой проблематикой в регионах, было и звучало больше, чем сейчас. То есть это какая-то не очень лицеприятная тенденция к тому, как в общественном секторе развивается работа с этой проблематикой. Тем более мы очень хотели бы, чтобы в рамках нашей творческой мастерской при поддержке IT-специалистов, дизайнеров появились те информационные продукты, которые помогли бы продвинуть эту тематику, пытаться помочь решить какие-то проблемы, с которыми сталкиваются в своей работе общественные группы и коммерческие организации. Давайте теперь немножко по тому, как у нас пройдет Хакатон, как мы обычно его проводим. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете обратиться к нашим коллегам. Вот Алексей Ницца уже представлялся, вас встречал Влад Лавриченко, который является ивент-менеджером Теплицы, вы всегда тоже можете его спросить. Вот. И мы с вами находимся сейчас на площадке Impact Hub, совершенно замечательная площадка. Что это за площадка и какие у нее возможности, я еще приглашу пару слов сказать Юрия через пару минут. И сегодня первый день. Мы обычно начинаем с того, что немножечко, что называется, въезжаем в тему, потому что в этом зале присутствуют не только те люди, которые ведут свои проекты, являются авторами идей, но и люди со стороны IT, да, сектора, которые могут быть абсолютно не специалистами в данной тематике проблематики, но зато могут помочь решить средствами IT, да, какие-то задачи информационные. Нам нужно как-то вот с вами в одном поле двигаться, поэтому мы с удовольствием послушаем несколько выступлений экспертов, и, прежде всего, наших партнеров, да, из фонда Генриха Бёля, из критичного центра для женщин Санкт-Петербурга. Вот. Также у нас есть прекрасный специалист, который расскажет тоже про то, как эффективно, да, работать с разного рода информационными механизмами в планировании ваших информационных продуктов, да, и в данном случае речь пойдет о дизайне. И после того, как прозвучат эти такие установочные выступления, мы обычно делаем перерыв, и дальше, собственно, начинается практическая часть, да, практическая часть, которая относится вот к тем самым, к работе над теми самыми проектами, которые вы заявили как идеи на этот хакатон. Причем в зале могут присутствовать как те, кто входит в команду проектов, так и те, кто может присоединиться к любому из понравившихся проектов, когда авторы идей будут презентовать. Вот скажите, есть кто-нибудь в зале, кто не из команд проектов, кто будет просто присоединяться? Отлично, это очень хорошо. Спасибо вам большое, что вы пришли, и вы можете послушать, и, соответственно, потом поработать в любой из этих команд. Мы вообще рассматриваем любой хакатон не только как мероприятие, которое помогает какой-то конкретной общественной инициативе или конкретной организации сделать какой-то продукт, разработать, но в том числе это и образовательное мероприятие, безусловно, тренинговое, которое помогает вот свои такие навыки отработать в... В данном случае мы будем говорить с вами про инфографические материалы, про создание сайтов и так далее. Итак, мы с вами после обеда будем смотреть на презентации проектов. Они будут идти в очень таком коротком слот-режиме, и здесь мои коллеги будут достаточно жестко следить за таймингом. Это просто вот такой формат хакатона, поверьте, он помогает очень сконцентрироваться. За презентациями проектов будут наблюдать члены жюри, которые потом во второй день, в конце второго дня будут уже оценивать, какой прогресс произошел вот у этой конкретной команды, у этой конкретной идеи за те два дня работы, которые вот нам даны на этом хакатоне. Дальше после представления и презентации проектов у нас произойдет распределение наших IT-специалистов, которые здесь присутствуют по этим командам. Ну, обычно мы делаем небольшой перерыв, собираемся тип личной команды и распределяем по таких вот менторов, наставников, по таким командам, которые дальше будут с вами работать вот до конца следующего дня. Во второй день мы продолжаем работу, то есть вы тоже приходите сюда к 12 часам. Алексей Ницца нас вернет в рабочее состояние, рассказав про какие-то навыки и презентации и подскажет какие-то моменты, которые вам пригодятся, когда вы будете презентовать уже вот то, что вы наработали. Это очень немаловажная история, поверьте, потому что иногда решение жюри принимает вот именно смотря на то, какое качество презентации, да, и обращает на это внимание. Дальше идет доработка проектов, и завтра, это уже достаточно поздно, в 7 вечера, презентуются проекты, то, что получилось, там немножко побольше времени презентации, есть временные вопросы к каждому проекту, которые могут задавать члены жюри. Ну и, собственно, потом выносятся решения, потому что один победитель получает приз денежный, который позволяет доработать, уже довести до работающего состояния, и запустить вот тот вот проект, который вы разработали. Но это не значит, что все остальные остаются совсем без поддержки. По нашему опыту очень по-разному бывает. Бывает, что занявшие там второе, третье и далее места раньше выходят с разработкой, со своей, там и при поддержке, очень интересные контакты завязываются как раз с дизайнерами. Так что я вас всех призываю очень эффективно в командах поработать и взаимодействовать. Вот. Ну вот так у нас обычно происходят хакатоны, при этом очень вас призываем к неформальному общению, у нас нету какой-то вот такой очень зарегулированности, и вот то пространство, в котором мы с вами находимся, оно очень к этому располагает. Юр, можно тогда пару слов про Impact Hub для тех, кто не знает? Всем добрый день. Меня зовут Юрий Фокин, я являюсь частью команды Impact Hub Москва. Спасибо большое, что вы сегодня пришли, посетили наше пространство. Надеюсь, что вам сегодня здесь понравится, вам будет уютно. Вот. Что такое Impact Hub Москва? Это сеть, которая сейчас существует уже в 40 странах мира, появилась 10 лет назад в Лондоне, и вот не так давно, в принципе, чуть больше года назад добралась до России. Вот. И что такое Impact Hub в России? Это конкретно место, которое направлено на развитие социального предпринимательства, то есть сектор бизнеса, который помогает развивать какие-то социальные проекты и так далее. Собственно, наши резиденты – это социальные предприниматели, это люди, у которых есть стартапы, люди, которые обладают какими-то идеями, которые хотят сделать что-то лучше, и поэтому, если у вас есть какие-то идеи, если есть что-то, что вы хотели бы развивать в этом секторе, если вам действительно это интересно, то приходите, мы пообщаемся, вы можете оставить свои контактные данные, когда вы будете уходить. Вот. В принципе, и все. Я смогу вам как-то подробнее рассказать обо всем. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Юрий. Я надеюсь, да, что те, кто эту площадку не знал, теперь узнают и, может быть, будут пользоваться. Еще несколько слов по теме и по работе в команде. Нередко бывает, что в процессе работы над вашей идеей, над вашим проектом, что-то видоизменяется. Иногда, как бы это сказать, все видоизменяется. Не бойтесь этого, работайте совместно. Та изначальная идея, которую вы зарегистрировали, которую вы показали, когда заявляли проект, она может быть значительно, правда, значительно трансформирована. И в данном случае как раз взаимодействие вот с другой стороной, с IT-специалистами, очень часто приводит к каким-то новым решениям технологическим.